Здравствуйте уважаемые геймеры и модостроители работа над первым уровнем нашего мода завершена Но прежде чем начать работу над вторым уровнем давайте вспомним с чего же вообще надо начинать работу над уровнем А надо ее начинать с установки террейна Давайте предположим что вы только что установили игру Far Cry и первый раз открываете редактор уровней Если вы открыли редактор в первый раз то вы увидите что окно редактора разделено на две части Вот таким вот образом Поэтому первое что надо сделать для удобства это нажать на кнопку дисплей конфигураю layout И нажать на этот квадратик ok После чего окно редактора не будет уже разделено Таким образом устанавливать террейн намного удобнее Затем нужно создать новый уровень нажав на кнопку файл new Внести сюда название нового уровня Я сейчас введу какое-нибудь название любое К примеру такое После чего я не советую вам здесь ничего менять Оставить размер такой же Во избежание различных глюков Жму ok Создается новый уровень в котором кроме воды и неба нет ничего И давайте с вами рассмотрим три основных способа создания террейна Чтобы создать террейн нужно нажать на кнопку террейн Edit terrain После этого перед нами появляется превью всего нашего уровня Все что в превью закрашено вот этим синим цветом Вот этим вот морским цветом Это все вода А террейн который мы будем наносить На уровень будет окрашен черно-белые цвета Чем чернее цвет Тем ниже высота И чем белее цвет Тем выше высота Здесь есть варианты выбора кисти Мы можем при помощи этих кнопок выбрать разные размеры нашей кисти Ну вот самый маленький А вот самый большой размер Думаю разница здесь очевидна Вот давайте я нажму ok Ну вот здесь я провел тоненьким А вот здесь жирненьким Дальше если вам что-то не понравилось Вы хотите удалить Нажмите вот на эту кнопку Да, ok, все удалится Можете делать заново При помощи этой кнопки Вы можете задать высоту вашего террейна Например 25 Нажать ok И как бы вы ни старались Выше чем 25 Ваш террейн подниматься не сможет Давайте удалю Дальше Какие здесь еще есть полезные кнопочки Вот этой кнопочкой советую вам не пользоваться Потому что шум лучше наносить после того Как вы уже нанесли текстуры Есть еще вот такие кнопки Это интенсивность подъема террейна Вот маленькая интенсивность Средняя и большая Ну я думаю что лучше всего работать на маленькой Наверное интенсивности Ну или на средней Вот эта кнопка При помощи этой кнопки Можно менять размеры Но как я уже сказал Лучше этого не делать Вот эта кнопка отвечает Сейчас вы увидите за что она отвечает Если допустим Нанести несколько Здесь вот таких вот Участков Теперь мы видим Где находится земля Где вода И нажать вот эту кнопку Invert ОК То все поменяется Там где была вода Теперь Террейн Там где Был террейн Теперь Вода Ну что еще полезно здесь знать Кнопка импорт Ну для того чтобы что-то импортировать Надо сначала экспортировать Это давайте рассмотрим в конце урока Здесь есть Много интересных возможностей Ну из всего того что можно здесь выбрать В этих кнопках Я советую вам пользоваться Только вот этой кнопкой Generate Terrain Сейчас мы ее рассмотрим Но давайте для начала Рассмотрим Первый способ нанесения Террейна Это Как раз то что я показывал В первом уроке При помощи кисти На превью Просто надо выбрать Размер кисти Скорость С которой будет подниматься Террейн Или просто установить Ограничения по подъему Но я не буду устанавливать Интенсивность подъема Выберу сейчас Low Кисть выберу вот такую Вот И начну наносить Здесь при помощи Левой кнопкой мыши Участки террейна Если мне что-то не нравится Я убираю Правой кнопкой мыши Чем хорош этот способ Тем что я Вижу Весь свой уровень В превью И примерно могу Уже Прикинуть Где у меня будет Какой остров Как он будет Располагаться А чем плохо Этот способ Тем что Не совсем Хорошо Можно контролировать Высоту Наносимого террейна Ну давайте Я нажму ОК Ну вот что Получилось Удалю Все что Получилось Давайте с вами Рассмотрим второй способ Второй способ Это Нанесение террейна Вручную Без превью Просто надо нажать На эту кнопку Вот здесь вот На кнопку террейн Нажать на кнопку модифи После чего Надо установить Радиус кисти При помощи которой Будет наноситься Террейн Причем здесь есть Два варианта Настройки радиуса Это Аутсайд радиус Как бы внешний радиус И Инсайд радиус Ну вот давайте Я вот так вот Установлю Инсайд радиус Будет поменьше Аутсайд Побольше После чего Надо установить Высоту Ну вот 36 Допустим И жесткость С которой Устанавливается Террейн Ну вот Установил Чуть пожестче Давайте посмотрим Что получится Проведу По океану Левой кнопкой мыши Допустим 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 Ну и вот Образовался Здесь Участок Суши С которой Потом Можно будет Работать Таким образом Таким образом Можно наносить Вручную Участки Там где Вы захотите Но чем Плох Этот способ Тем Что вы Не видите Границы Вашей Карты Давайте Я все Удалю И рассмотрим Еще один Способ Я вам Обещал Уже Что мы Его Рассмотрим Это Generate Террейн Или Вот Эта Кнопка Вот Generate Террейн Это Одно И Тоже Вы Просто Нажимаете На Эту Кнопку Вылезает Табличка Генератора С Различными Настройками Вы Можете Как говорится С ними Поэкспериментировать Подвигать Вот эти Ползунки Посмотреть Что Изменится Жму ОК И Автоматически На всей Карте Появляется Какой-то Террейн Весь Террейн Здесь Генерируется В случайном Порядке Жму ОК Ну вот Примерно Что Получилось Не Самый Лучший Способ Потому Что Вы Видите Здесь Есть Места Где Очень Мелко Давайте Еще раз Попробуем Так Сделать Удалю Этот Террейн Еще раз Так Сделаю Вот Вот Уже Совершенно Другой Террейн Появился Ну Насколько Этот способ Плох Или Хорош Я Судить Не Могу В Своем Моде Far Cry По-русски Я Использовал Этот Способ Всего Один Раз Четвертом Уровне Антенны Давайте Еще С вами Разберем Какие Нибудь Интересные Кнопки О Которых Полезно Было Бы Знать Ну Здесь Все Понятно Ну Вот Импорт Ну Для Того Чтобы Что То Импортировать Сначала Надо Экспортировать Вот Экспорт Вы Можете Экспортировать Этот Террейн В Любой Другой Уровень Но Сначала Его Надо Сохранить Куда Нибудь Допустим На Рабочий Стол Дать Любое Название И Сохранить Вот Он Появился Здесь Он Появился Здесь В Виде Картинки С Расширением БМП Потом Допустим Вы Захотите Создать Другой Уровень Но С Точно Таким Же Террейном Просто Нажмите Террейн Файл Импорт Найдите Вот Этот Сохраненный Файл И Импортируйте Его Также Можно Таким же Образом Импортировать Террейн Из Любого Уровня В том Числе И Из Оригинальных Уровней Фар Край Какие Еще Здесь Есть Полезные Кнопочки Ну Вот Например Сет Water Level При Помощи Этой Кнопки Вы Можете Изменить Уровень Воды По Умолчанию Уровень Воды 16 Вы Можете Изменить Его До Любого Значения Например Давайте До Значения 20 Или Вообще До Значения 0 При Значении 0 У вас На Уровне Воды Вообще Не Будет Но После Изменения Значения Нужно Провести Генерацию Ну Давайте Перед Завершением Урока Я так И Сделаю Поставлю Здесь 50 Нажму ОК Еще Раз ОК Проведу Генерацию И Посмотрим Какой Будет Уровень Воды Ну Вот Полюбуйтесь На Эту Картину Уровень Воды Значительно Поднялся Думаю Думаю Что Эту Функцию Можно Успешно Применять В каких Нибудь Картах Где Это Нужно Если У вас По Задумке Это Действительно Нужно Ну Тут Как Говорится Все Зависит От Вас От Вашего Решения На этом Я считаю Этот урок Законченным И Пусть Этот урок Будет Своеобразным Дополнением К моему Первому Уроку Ну И По Традиции Напоминаю Вам Чтобы Вы Не Забывали Заниматься Спортом Физкультурой Вели Активный Образ Жизни И Желаю Вам Удачного Мода Строения С Вами Был Бертольд Африканцев До Следующего Урока Редактор субтитров Корректор А.Егорова